Сококорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию презентацию «Самые верные друзья». Не все знают, но ежегодно 2 июля празднуется Международный день собак. Хотя официально праздник еще не утвержден, это не мешает всем любителям наших самых преданных четвероногих друзей отмечать его. И это правильно, ведь не обязательно ждать подписания каких-либо документов, чтобы поздравить любимых питомцев, поблагодарить их за то, что они всегда рядом с нами и готовы разделить наши радости и беды. Сейчас в мире проживает более 500 миллионов собак, хотя подсчитать их точное количество крайне сложно. Эти животные были одомашнены человеком более 30 тысяч лет назад и с тех пор являются самыми верными друзьями. Они помогают инвалидам справляться с повседневными проблемами, лечат людей от депрессии, помогают спасателям в поисках пропавших, летают в космос, выступают в цирке и просто радуют нас своим существованием. И, конечно, собаки не могли не попасть на страницы книг. В мире литературы существует немалое количество произведений о друзьях человека. Одни книги веселые, рассказывающие о занимательных приключениях четвероногого персонажа, другие немного грустные, заставляющие задуматься об отношении людей и их питомцев. Но все произведения показывают, что собаки не только верные друзья и помощники, но и настоящие герои, способные на самопожертвование ради своих хозяев. С такими книгами мы и хотим вас сегодня познакомить. Что делать, если у тебя потерялся хозяин? Как поступить, если твоего соседа кота похитили, чтобы продать вродячий цирк? Узнать ответы на эти и многие другие вопросы ты сможешь вместе с главным героем книги Карена Арутюнянца, пончик идет по следу. В поисках хозяину пончику приходится пережить много трудностей и опасных приключений. На пути собаки встречаются и лохматый пес Полканыч, и крыса Сенька, и также милая собачка по кличке Девочка. Его учат изворачиваться, воровать, чтобы прокормиться, врать и не обращать внимания на чувства. Но главный герой остается верный своему сердцу. И несмотря на все трудности, пончик остается добрым и благородным псом, который по ходу действия спасает старых друзей и находит новых. В книге показаны эмоции разных животных, которых бросили хозяева. Их переживания, страх, непонимание, почему это случилось, показано, как от этого бывает тяжело и больно и тоскливо. Холли Веб. Дай лапу. Большая книга добрых историй. Четыре чудесных истории под одной обложкой. Это рассказы о верной дружбе и правильных поступках, о проказах, веселье и приключениях, об открытиях, которые можно совершить только вместе со щенком или благодаря щенку. Кто-то из них кудрявый, кто-то пятнистый, а кому-то еще только предстоит обрести друг друга. Прекрасный сборник рассказов про собак. Каждая страница пропитана чистыми эмоциями и пушистой добротой. Все произведения разные по сюжету, но объединены общей темой – дружба девочки и щенка. Читается все легко и быстро. И главная мысль каждого рассказа в том, что питомец – это большая радость, но вместе с тем и большая ответственность для хозяев. Книга очень нравится маленьким любителям животных. В книге Даниэля Пеннока «Собака-пес» повествуется о тяжелой жизни дворового пса, пса без породы, которого так и зовут – пёс. Невероятно трёхотельная, грустная и светлая история о непростой жизни этого не самого красивого пса, но отважного и смелого. Путь его не был усыпан сахарными косточками. И в поисках собачьего счастья он проходит долгий и тернистый путь от мусорной свалки под Ницей до парижской квартиры. И после долгих скитаний осуществляет главную цель собачьей жизни – воспитывает себе настоящего хозяина. После этой книги хочется приютить всех бездомных животных, помогать и оберегать их. Если вы любите трогательные и интересные истории, любите книги со смыслом или хотите просто скоротать вечерок – эта книга, конечно, для вас. Повесть Леонида Сергеева «Альма» – это не просто книга. Это книга о интеллекте и чувствах животных. Оказывается, братья наши меньшие могут испытывать те же чувства и эмоции, что и человек. И порой они более глубокие и сильные. Животным не хватает только умения говорить. Автор знакомит нас с Альмой – собакой, которую он нашел и пристроил в хорошие руки. Но потом из-за этих рук бедное животное пришлось спасать, и дворняка остается с ним. Скромная, стеснительная, умная, талантливая Альма умеет сочувствовать, придет на выручку в трудную минуту. Она сочетает в себе качества, которые редко встречаются в одном человеке. Основанная на реальных событиях повесть рассказывает о преданности и искренности. Книга написана с большой любовью и читается легко и интересно. Одна из моих самых любимых книг – это «Радуга для друга» Михаила Самарского. Очень хорошее произведение и для детей, и для взрослых. Рассказ о слепом 13-летнем подростке, которому другом стала собака-поводырь по имени Трисон. Они оба заботятся друг о друге, защищают друг друга, они любят друг друга. Книга о добре и надежде, о дружбе, верности и преданности. Произведение написано не совсем обычным языком, потому что рассказ ведется от лица лабрадора, собаки-поводыря, помогающего слепым людям в посеведневной жизни обходиться без посторонней помощи. Пес Трисон, обученный в специальной школе для собак-поводырей, для каждого своего подопечного становится не только помощником, но и связующим звеном с окружающим миром. Он вселяет уверенность и дарит надежду. Это произведение помогает нам, обычным людям, оторваться от житейских забот и, посмотрев по сторонам, увидеть нуждающихся в нашей помощи и протянуть им руку. Читать книгу интересно, особенно когда знаешь, что Михаил Самарский написал ее в подростковом возрасте. Конечно, это не все произведения, имеющиеся в нашей библиотеке. Литературы о собаках так много, что ее хватило на целую выставку «Мой друг собака». Мы ждем наших читателей и предложим книгу для любого возраста и предпочтений.